привет друзья как я и обещал мы сегодня с вами приготовим скумбрию холодного копчения скумбрия будет именно того самого вкуса вот как мы с вами покупаем в магазине такой найти настоящий балыковый вкус сегодня мы с вами будем делать не сухой посол как я делал в прошлый раз в нашем видео вот в этом она будет у нас солиться в рассоле давайте сделаем рассол на один литр нам с вами понадобится 8 процентов соли то есть на один литр нам нужно 80 грамм соли эти 80 грамм давайте мы с вами поделим на пополам половину 40 грамм это будет обычная поваренная соль или же морская соль для посола и другая половина 40 грамм у нас с вами быть соленая нитритная смесь именно она и дает тот самый балыковый вкус магазинной рыбе холодного копчения вперед вот у меня здесь два литра воды для четырех наших рыбок мне понадобится 80 грамм соли получается 40 грамм на литр другие 40 грамм будут у нас нитритная соль 80 грамм на 2 литра нитритно-натриевая смесь мы сейчас ее с вами сыпать не будем мы ее с вами добавим тогда когда рассол доведем до кипения охладим и уже в теплый рассол добавим потому что если вы добавите в кипяток нитритно-натриевую смесь она потеряет свои свойства а ведь нам нужно чтобы она про реагировала с белком рыбы и дала тот самый правильный вкус поэтому пока что ее не использую соль у нас есть на каждый литр добавляйте в среднем 45 зубцов кардамона вот я добавляю где-то 10 зубцов над валит на каждый литр добавляйте чайную ложку черного перца я добавляю 2 чайной ложки 1 4 или соответственно половинка чайной ложки на 2 литра душистый перец пять шесть штук соответственно я добавлю на 2 литра 10 4 5 бутончиков гвоздики соответственно на два литра я добавляю восемь десять полная чайная ложка сухого кориандра на каждый литр 2 чайных ложки на 2 литра. Это у нас с вами сухая горчица, 2 чайных ложки. Тростниковый сахар на каждый литр 4%, то есть 40 грамм. У нас 2 литра, соответственно 80 грамм. Мы с вами делаем традиционный посол, 2 к 1. Две части соли и 1 сахар. 3 зубца чеснока, соответственно на 2 литра 6. На каждый литр добавляем с вами 2 лавровых листа. Вот этот рассол доводим с вами до кипения, затем охлаждаем до комнатной температуры. Рассол у меня остыл, в среднем 18-20 градусов по Цельсию. По поводу рассола, что я хотел сказать, не кипятите его долго. Положили специи, давили только до кипения и сразу выключайте и охлаждайте, потому что если вы будете долго варить, то специи потеряют свой аромат и вкус. Теперь мы можем положить спокойненько нитритно-натриевую соленую смесь. У нас все готово. Рассол получился очень вкусный. Попробуем. Аромат прекрасный. Все супер. Открываем крышечкой. Ставите сегодняшнее число, чтобы вы знали, с какого дня вы начали посол. Солим ровно три полных дня. На четвертые сутки мы с вами встретимся и дальше продолжим с ней работать. У меня прошло трое суток. Многие спросят, а что три дня-то? Скумбрию можно солить сутки. Ребята, дело в том, что даже морская рыба может быть с паразитами. Три дня достаточно для того, чтобы паразиты погибли. Вы когда-нибудь видели треску? Вот настоящая рыба, треска большая, которую подают в ресторанах. Вот вы ее разделывали, смотрели, что у нее в животике. Вы знаете, ведь это морская рыба, а ведь там и червячки и прочие-прочие дела. Поэтому треску обязательно нужно готовить в алдан. Она не должна быть сочная. Все донные рыбы, как правило, тоже могут иметь паразитов. Вся рыба, которая вылавливается в океане и на траулерах ее фасуют, замораживают, она, конечно, проходит ветеринарный контроль. Если рыба больная, то, конечно же, все уничтожается. Но, тем не менее, как говорится, на Аллаха надейся, айшака привязаны. Я вам все-таки рекомендую любую рыбу морскую солить три дня. Единственная рыба, которая допустимо солить одни сутки и даже кушать ее сырой, это лосось. Потому что его выращивают, как правило, не дикий лосось, а именно вот этот большой, красный, жирный лосось, который мы покупаем в ресторане, делают из него тартар. И там идет очень строгий контроль за здоровьем рыбы. Вся дикая рыба, которую вы вылавливаете самостоятельно в море, в реке, в озере, как правило, несет угрозу. Потому что, каким образом вы проверите ее, здорова рыба или нет. Поэтому обезопасьте себя и свою семью минимум три дня. Лучше потом хорошенечко ее помоете и вымочите. Начинаем с ней работать. Вот, посмотрите-ка, она у нас полежала в рассоле, красивая, рассол приятного цвета. При копчении он нам даст замечательный оттенок. Нужно ее помыть, потому что все-таки три дня в рассоле она будет наверняка достаточно соленая. Многие моют рыбу в воде, я противник этой истории, потому что это все слишком примитивно. Я предлагаю вам помыть нашу рыбку в темном пиве. Темное пиво даст рыбе, во-первых, красивый цвет, во-вторых, привкус меда. Ну и вообще, что-то новенькое, попробуйте. Ах, мужики, сейчас меня костерят. Ай-яй-яй, такое пиво и на рыбу. Что ж ты творишь, шайтан? Нет, ребята, это будет все очень вкусно. Вот, смотрите-ка. Так, хорошенечко ее помыли, животик. Рассол нам больше не нужен. Следующий момент, нужно нам рыбку подвялить. Сейчас повешу при комнатной температуре на 24 часа. И только завтра мы с вами ее будем коптить. Так, вот она у нас красавица. Не забудьте поставить какой-нибудь трей, потому что с нее будет несчастно стекать пиво, вся жидкость. Вы обратили внимание, каким образом я ее повесил? Я ее повесил не за хвост, а именно за голову. Почему? Все очень просто. Дело в том, что эта часть самая, скажем так, жирная у рыбы. И поэтому, когда она будет сохнуть, жир и влага будет спускаться вниз. Получается, что это место у вас, где хвостик у вас сильно не перевялится и не пересохнет. Встречаемся завтра и начнем коптить. У меня прошло 24 часа, наша рыбка готова. Ну вот, посмотрите, как она хорошо подсохла, какая она жирненькая, толстенькая. У нее даже уже цвет красивый, потому что вот у нас был замечательный маринад, плюс то, что мы ее мыли в пиве. Видите, какая она жирненькая. Невероятный аромат. Если вы не любите копчености, то, конечно же, не обязательно эту рыбу коптить. Вот она уже готова. Прекрасный балаковый вкус. Очень будет похоже именно на рыбу, которую мы покупаем в магазине холодного копчения. Но мы лично идем к своей цели. Сейчас мы с вами встретимся на балконе и начнем ее коптить. Наша коптилка, помните, да? Вот наш пассивный дымогенератор. Это у меня ольха. Разжигается очень просто. Ставится свечка и через несколько минут ваша колясочка начнет дымить. Вот этой коляски хватает на 8 часов. Продукт не будет перекопченный. У него будет приятный золотистый цвет и вкус. Как рыбка будет готова, я вам все покажу и расскажу. Ну, ребята, посмотрите, что у нас с вами получилось. Коптил я всего лишь 4,5 часа. Мы проверили, увидели, что такой замечательный цвет и решили, что достаточно. Так, чтобы все-таки дым не был агрессивный. Что мы делаем дальше? Конечно же, рыбку можно кушать, ну, может быть, через часок, через два. Но я всегда рекомендую, если вы хотите реально насладиться копченостями, закрываем в пергаментную бумагу и в холодильник хотя бы на ночь. И затем уже, когда дымок разойдется полностью по тканям рыбки, вы ощутите настоящий супер вкус. Я закрываю в пергаментную бумагу и отправляю в холодильник. Наконец-то прошла ночь. Очень хочется попробовать рыбку. Давайте посмотрим. Вы будете первые, которые увидят, как она выглядит. О, обалдеть! Видите? Невероятно! Какая она сочная! Ох! Ароматная! Ой-ой-ой! Сейчас с вами будем пробовать и сервировать. Я вам хочу предложить, ну, как бы, очередную идею для сервировки рыбы. Я абсолютно уверен, что каждый из вас умеет подать красиво селедочку или же вот макрель, как вот мы с вами посолили. Сейчас мы с вами замаринуем лучок. Просто нарезаем колечками. Как вы маринуете лучок? Ну, обычно с уксусом, правильно? А мы с вами сегодня будем мариновать в лимонном соке. Сок одного лимона. Сейчас посмотрим. Хорошо, добавлю еще. В итоге у меня получается на две луковицы полтора лимона. Обычный белый сахар. Две столовых ложечки. Это соль. Половину чайной ложечки достаточно. У нас лучок будет с вами кисло-сладкий. Все смешали. Дайте луку постоять в лимоне в среднем 15-20 минут. Лучше час или даже два, потому что лук напитается лимоном с сахаром и будет невероятно вкусным. Сочетание с рыбой это просто будет бомбически. Ну вот, друзья, наша рыбка. Вот таким вот образом я ее подал. Может быть, вам эта идея будет тоже интересна. Кстати, вы обратили внимание, чем я еще дополнительно ее украшал? Это наше луковое масло с чили и чесноком. Вот в этом видео посмотрите, пожалуйста, каким образом я его делаю. Изумительная приправа. Вы можете ее использовать практически с чем угодно. С картофелем, с лапшой. Ах, какой кусочек, какая красота. Пахнет великолепно. Сейчас я попробую. Ммм. Маринад изумительный. Рыба, знаете, вот золотая середина. И не сильно соленая, и не пресная. Вот то, что нужно. Вот 8% на литр. Это изумительный рецепт. Ну, конечно же, все травы, которые я вам предлагаю. На этом все. Надеюсь, сегодняшнее видео вам было интересно, полезно. Вы чему-то научились. Увидимся в следующий раз. Пока!